Согласитесь, что это такая новая вещь вообще. Я присутствую впервые в жизни при таком формате собрания. И это надо осмыслить, о чем это говорит. Больше всего о поменявшемся мире. Больше всего о поменявшемся мире, не о поменявшихся мужчинах. То есть дело не в том, что мужчина стал слаб, безволен, дезориентирован, подключен на взрослые игрушки, безинициативен и так далее. В этом, наверное, тоже дело, но не главным образом. Мир поменялся достаточно серьезно. Мы не можем себе представить предреволюционную ситуацию или любую другую эпоху, которую мы себе представляем в российской истории. Когда бы было собрано сотня с лишним мужиков с вопросом, честно, о том, что у них есть сложность, чтобы жениться. Мы не можем себе такого представить. Но, повторяю, мужчины и женщины всегда были разные. И палитра человеческих характеров по энергии, по внутреннему содержанию была всегда очень разнообразна. Всякие люди были всегда. Всегда внутри русской истории присутствуют и три богатыря, как бы, значит, Алёша Поповича, Илья Муромес, Добрыники. И трус, балбесы бывалые тоже свои бывают в каждой эпохе. То есть палитра человеческих характер разнообразнейшая. Но впервые такие проблемы выходят в некий общий масштаб, что нужно как-то уже отдельно говорить с мужиками об этом. Женщины более заангажированы в эти вопросы. Для них вообще семейная жизнь – это вопрос не просто статуса или личного комфорта, это вопрос просто быть или не быть. Само нутро, сама их внутренняя природа, она, в общем, совершает над ними такие титанические издевательства по части необходимости стать матерью и уйти за ночь, что нам этого в большей части неизвестно. Мужчина психологически задал в этом, может быть, как бы, кстати говоря, Вы знаете, что православное богословие разделяет очень четко такие два понятия, как природа и личность. Природа и личность. Это очень важная вещь. Мы когда-то с сыном, у меня сын спросил, уже не кроха, сын спросил, пришел к отцу, у нас спросил, уже студент, говорит ему, на каком-то сайте был спор. Если русский человек имеет, значит, соседом по клешничной клетке еще одного русского человека, а другим соседом он имеет человека другой национальности, с которым у него одинаковое хобби, например, они филателлисты, кто ему будет ближе? Я говорю, сын, ну, сто процентов он филателлист другой национальности. Он говорит, почему? Потому что русскость, это дело природы, ну, как бы, это унаследованность родителей, там, язык, культурная идентичность, а вот личная любовь, это уже дело личной любви, и личная любовь всегда побеждает природу. Через конфликт, правда, если личная любовь вступает в конфликт, например, там, ну, с чем хочешь, ну, даже с этнической принадлежностью, то обычно люди выбирают личную любовь, преодолевая огромные препятствия. Есть природа, есть личность. Что нас заставляет жениться, вот спрошу я вас. Природа или личность? Не такой простой ответ, как бы показалось. Хотя, вообще, тема природы и личности, это тема троического богословия. Это тема разговоров троицы. Но она очень хорошо заходит, вообще, в отношения личностные, вообще, любого человека. Вот интересно, что нас заставляет жениться? Если, например, мы работаем вот в устоявшихся, в каких-то законах, скажем там, архаичного общества, которое уже исчезло, его почти нет. Ну, как мы читаем, там, Евгения Онегина мы читаем, там нам дается какой-то срез общества, у которого живет, по совершенно другим законам. И там, например, молодую девушку, 14-15 лет, по закону уже, может, в 16-м тем более, там молодого парня, там, 17-18 лет, женят. Иногда без их согласия, по желанию родителей, в надежде, что они не расцветшие как личности еще, они еще, ну, малолетки еще, но они уже скрепленные узами брака, получают возможность расцвести вместе. Теперь они будут расцветать уже как бы скрепленные в этом союзе, и женят их еще просто по закону природы. У него уже усы растут, у нее началась обыкновенная женская, ну, как в Библии это называется, их мужу можно женить. Люди архаичных обществ, даже, скажем, не архаичных, классических обществ, с классическим мировоззрением, они вообще считали небезосновательно, что человеку нужно жить пораньше, чтобы он перебесился в браке, так это и называлось, чтобы плоть его, уже созревшая для брака плоть, нашла себе некое успокоение, радостное успокоение в брачном союзе, а дальнейший личностный рост происходил уже в супружестве, так считали раньше люди. Поэтому они боялись передержать в детках свою дочку, да и мужики сами, как только они созрели, как бы они уже начинали, там, девушки не вестятся, мужики присматриваются, значит, и они искали себя пораньше, то есть природная фаза брака наступала гораздо раньше, по целому реал признаков, и социальных, социокультурных, семейных, там, традиционных, и так далее, и тому подобное. Сегодня проблема брака – это проблема личности, больше, чем природы, потому что ею озабочены уже, ну, не прыщавые ученики 10 класса, а эта проблема стоит перед людьми, которые уже живут на этом свете более-менее давно, которые уже перемахнули за 30, например, которые работают, уже самореализовываются, которые чувствуют, что у них есть в жизни пустое место, не занятое хозяйкой. То есть им не хватает того человека, с которым бы они могли заключить полноту. Что у тебя как внутри, когда он ощущает себя, вот мы поехали, ездили, ехали сейчас к вам сюда, и этот молодой человек, который меня вез, мы много с ним такого говорили, вот эта красивая песня такая, помните, в этом служебном романе, там, Френдлих поет, значит, мне грустно без кого-то, там, где найти кого-то, там, могу весь мир я обойти, чтобы найти кого-то. Да, очень хорошая песня. Она очень, когда-то так интимно выражает эту метафизическую тоску, которая владевает человеком, которая ощущает, что вне брака он не полон. У него нет полноты, как бы, он нормальный, он в нем, в нем есть все в нем и при нем, но, оказывается, бытие предполагает другую степень полноты. И для этой полноты ему не хватает кого-то, ничего-то. Ни статусные вещи, там, ни гаджета, ни машины, ни поездки в Турцию, там, скажем, там, ни квартиры, например, в престижном районе, ни этих вещей ему не хватает. Они могут быть, их может не быть, это вопрос вообще не об этом. Ему для жизни, сущности, необходим кто-то, которым он жадно ищет вокруг себя. Повторяется история Адама, как нам ее объясняют. В принципе, что еврейские, что христианские экзегеты говорят примерно одно и то же, что Адам ощутил некую грусть неполноты, что он не видел вокруг себя никого похожего на себя. Всякая тварь была сотворена по паре. И Адаму это было понятно. Его чистые глаза прекрасно понимали, что вот самка жирафа, вот самец жирафа, вот самка льва, вот самец льва. Это все его глаза видели, в этом нет, было ни грязи, ни соблазна, ни греха. И все они были по парам разобраны. А он ощущал некую, значит, такую грусть неполноты. Эта грусть неполноты была излечена Господом Богом через глубокий сон специально наведенный. И сотворение ему помощника по нему. Он увидал ее, узнал ее, назвал и дал имя. Тут же у него была власть давать имена. И вот эту метафизическую грусть неполноты ощущает любой молодой человек, мужчина молодой, любой мужчина молодой, это все условности. Значит, когда он ищет того, с кем бы он вступил в Таинственный Союз, сообщающий человеку некую новую ступень полноты бытия. Вообще наша цивилизация, цивилизация подмен, одно из ее имен, как мне кажется, это цивилизация, в которой человеку дают все, и при этом у нее ничего нет. То есть вроде бы у нас есть все, но с точки зрения, может быть, других эпох, очень счастливые люди. Если мы, например, имеем высшее образование, крышу над головой, профессию, если мы бывали за границей, например, где Пушкин ни разу не был, например, Александр Сергеевич Пушкин ужасно скорбел, что он ни разу в жизни не был за границей. А если вы были, то вы уже его счастливее в этом компоненте. Вроде бы у нас есть очень много всего. Нам облегчается жизнь при помощи разных электронных штук. Лифт поднимает наши тушки на 15 этаж. Машины носят нас на больших скоростях, и машины, по сути, это маленькие квартиры на колесах. Это чудо техники. Мы стали так легко обращаться с такими сложными вещами, что вроде бы мы самое счастливое поколение жителей Земли. Вроде бы. А вместе с тем, каких-то элементарных вещей у нас нет. Например, воду мы пьем уже из бутылок, но не из крана. Хотя еще совсем недавно мы пили воду из крана, не боялись. Сегодня никто уже из крана. Почти. Ну, если только не фильтровать ее в домашних условиях. У нас появилось много электроники, куда-то исчезла чистая вода. У нас появилось там много еще каких-то вещей. И начинаются проблемы с дружбой, с любовью, с заключением брака, с чем-то еще. То есть мы здесь сталкиваемся с какой-то цивилизационной проблемой, которая отнюдь не заключается в том, что вы стали тряпками или слабыми, или безинициативными, или какими-то такими-сякими. А заключается в том, что происходят какие-то внутренние сдвиги в жизни человечества, и возникают новые проблемы, которых раньше не было. Хотя, кстати, вот на проповедь, значит, проповедь Иоанна Златоуста на праведного, прекрасного Иосифа, он там говорит, что, помните, этот юноша Иосиф находился в плену, проданный вели в рабство, и находился на услужении одного высокого чиновника фараонного двора, жена которого положил глаз на Иосиф. Он был юноша, раб, она была хозяйка госпожа, взрослая женщина, которая домогалась близости с ним, а он боялся Бога и не шел на ее, ни уговоры, ни даже усилия стащить кровать силой. В конце концов, однажды она схватила его за одежду, говоря ему, спи со мною, он вырвался от нее и оставил в руках одежду, что дало ей возможность оговорить его перед мужем, что он якобы хотел ее изнасиловать. Иосиф сел в тюрьму, после был потом чудесно выведен. Об этом всем Златоуст говорит, и говорит такую интересную вещь. В закон человек, я не цитирую, я примерно описываю это, в закон человеческий внесена, значит, это самое, ну, мужчина должен искать женщину, говорит Златоуст. В конце же времен постепенная порча нравов приведет к тому, что женщина будет искать мужчину еще с большей настойчивостью, нежели раньше мужчина искал ее. И вот тогда, говорит, всем конец. То есть какая-то инициативность у мужчин должна быть действительно, она должна быть в нем по природе, что если он потеряет инициативу и в этом вопросе тоже, то мы будем просто наблюдать еще один какой-то шаг, микро-шаг или макро-шаг в сторону как бы финальных аккордов мировой истории. Говорит, раньше мужчина искал женщину, искал настырно, искал жадно, искал по запаху, искал только там, по блеску одного карьего глаза как бы, искал и находил, и дрался за нее, и путешествовал. И там, допустим, средневековый культ прекрасной дамы, человек мог только один раз из окна увидеть свою прекрасную даму и потом всю жизнь посвятить, например, ей, что совершенно невозможно в сегодняшних условиях. У нас не хватит ни бензина, ни смелости, ни желания, ни здравого разума заниматься такими бесполезными делами. И постепенно инициатива уходит к женщине, потому что ей мужчина больше нужен на самом деле. Мужчина вроде бы ищет ее активно, но нужен ей он больше. И поэтому, если она возьмет бразды правления и в этом вопросе, я вас готовлюсь говорить, что если только женщина будет искать мужчину с той же настырностью, с которой раньше он искал ее, или с большей, что женщину никогда в рамках неудея, они больше будут сделать, тогда конец. Это один из факторов. Тогда уже бестолково смотреть на три шестерки, на электронные паспорта, на какие-то еще. Сама жизнь нам покажет, что социальные роли поменялись. Поменялись социальные роли. В эту сторону идет человечество. Оно идет, постепенное увеличение доли женщин в законодательных органах, в парламентах, во всех видах деятельности социальной, вплоть до военной службы и прочего, прочего. Оно везде пытается женщину с мужчиной уравнять, совершая некое насилие бесполезное, пренебрегая нашей глубокой разностью. Мы совершенно разные люди. Мы женщины. У нас совершенно по-разному оценивается окружающая среда. Мы по-разному выражаем свои мысли. У нас вообще все по-другому работает. То есть то, что заметит женщина, никогда не заметит мужчина. За редкими исключениями. И наоборот. Нас сегодня как-то намеренно, что-то такое в мире происходит, то ли сознательное, то ли бессознательное. Нас постепенно сводят как бы в некий общий знаменатель, что мы во всем совершенно одинаковы. И в этом равенстве полов мы, оказывается, проигрываем. Они становятся сильнее и нас. Энергичнее, хитрее, упертие, целостнее. Иногда беспощаднее даже. Иногда, иногда, иногда все остальное тоже. Вот, например, люди, у которых за спиной есть опыт разводов, они говорят, инициаторами разводов в основном являются женщины. Мужчина часто проявляет такое либо слабость, либо благодушие. Говорит, да ладно, я прощу, дай помиримся. Или он просто добрый, как бы, или он умеет прощать, или он немножко такой мягкий такой. Женщины нет. Она добивается всего, чего хочет. Говорит, она дын-дын-дын-дын-дын. То есть, нам навязали какое-то соперничество и борьбу, как я это понимаю. И в нынешних условиях мы проигрываем. Если бы нам навязали борьбу, например, в копании глубоких траншей, если бы до сих пор копали колодцы, мужики бы выиграли. Потому что у них, если это, у них, их руки сильнее всегда, чем руки женские. Если бы нам навязали борьбу, например, там, в традиционном спахивании земли, мы бы тоже выиграли. Мы этого не умеем, этим не занимались, но мы научились и выиграли, потому что это наши. Если бы нам навязали борьбу еще каких-то таких сложных видах социального поведения и природного выживания, мы бы выиграли. А нам навязана совсем другая борьба, в которой женщина современная оказывается сильнее, умнее, хитрее, пронырливее, двужильнее, чем мужчина. И мужчина впервые в истории стал на второе место. Массово. Он, допустим, частные случаи могли быть такие. У нас могла быть на престоле государства российского женщина. Вокруг нее могло быть целое созвездие ярких мужчин, полководцев, военачальцев, каких-нибудь строителей, одни только вот, Екатерининская эпоха там. Там один, там, Потемкин, Ломжарон, какой-нибудь там, Шереметьев, Шувалов, там, куча там этих всех там талантливых мужиков. И она, как солнышко там сияла, и у нее хватало силы воли, ума, настырности, работоспособности держать в руках огромную империю долгие годы. То есть женщина всегда может быть выше мужчины в отдельных случаях. Сегодня сложилась ситуация, в которой мужчины как вид, как подкласс, под вид, как классифицирован, в принципе, в какой-то в этой межвидовой борьбе, такой, значит, внутривидовой борьбе, проигрывают. Значит, нам нужно что-то перешифровать в своей голове. Все проблемы решаются, скорее всего, головой, а не мышцами. Поскольку мужчина более склонен решить проблему мышцами, в сегодняшней жизни он будет проигрывать. Мышечная масса и прочие-прочие эти мускулинные штуки, они уже не спасают. Видели, например, как... Не обязательно надо смотреть на это, что-то ехать. Это можно по телевизору посмотреть, в клубе кинопутешественников. Представьте себе огромный слон, прирученный таскать бревна. На спине у него, держась его за уши, сидит маленький десятилетний мальчик, какой-нибудь Непалец или Индус, и командует такой огромной машиной мускулов. То есть, слона вроде мускулов больше, но командует им слабый ребенок. Современные мужики, я боюсь, может быть таким слоном, который может бревна таскать, но кто-то очень слабый, очень хитрый, или очень умный. Просто знает, иногда нужно, чтобы... Иногда, чтобы... Чтобы ты больше не смог жить на свете, нужно просто знать законы. И у тебя на свете места не останется. Маленькие буквочки живут тебе со света. У нас просто... Просто мы всю свою историю, мужики, были ориентированы на другую работу. Внутрь нашего сознания была зашита война и тяжелый труд. Главные доминанты. Ну, пожалуй, может еще священство. Там власть. Да, власть. Там хам. Пшеницу сеет, яфит. Власть имеет смерть всем. Значит, сим молитву деят. То есть... А сейчас поменялась жизнь. Значит, маскулинные вещи отходят в эту сторону. Выступают какие-то умные такие. Умные, значит, такие перемены. И нам нужно под них подстроиться. Нужно что-то поменять в своей голове. Если здесь все верующие... Я, кстати, очки не взял, а там мелким почерком написано. Если вы человек верующий, вам стоит, например, в состоянии своей проблемы, например, где найти кого-то. Опять-таки еще раз. Смотрите, какая хитрая проблема. Людей кругом миллионы. Одиночества почти нету в природе. То есть кругом суета. То есть все люди жалуются на суету. И одинокие, и не одинокие. Но суета одинокого человека имеет такое обидное свойство, что вроде бы кругом полно людей, но нет кого-то, кто мне нужен. Понимаешь? Вот в чем еще обидность какая-то? Вроде бы кругом людей полно. Я ищу человека, да? То есть чем ты занимаешься? Я ищу человека. Да вон же людей сколько лет. Ну вот проблема диагена такая. Если мы люди верующие с вами, мы должны себе поставить... Кстати говоря, мужчина в части веры должен быть впереди женщины. Это еще одна болезненная вещь, которая не наблюдается в нашем обществе. Мужчина впереди женщин должен быть. Именно поэтому церковь уделила священство мужчине, а не женщине. Женщине отдала какие-то свои части религиозной жизни. Монашество, материнство, там прочее, прочее, прочее. Хранение быта, хранение нравства устоя. Это на ней. Но священство и проповедь Евангелия это мужское дело. Для этого у него есть ум и воля, сочетания которых дают мужчине возможность двигаться вперед в этом отношении. Если у нас есть вера, короткое отступление, часто об этом говорю. Когда наши священники проводили программу православного культуры в разных регионах страны, то, скажем, в исламских регионах мусульмане говорят, мы не хотим, чтобы у нас проводили основы мусульманской культуры. У вас не будет православной, у нас будет мусульманская культура. Мы не хотим. Вопрос был, почему? Неужели вам не интересно, чтобы ваши дети знали вашу культуру? Они говорят, а всю культуру, которую нужно передать, мы самим, скажем, дома. У нас будет учить человека и мама, и папа, и дедушка. Зачем учительница раз в неделю, там полчаса будет ему рассказывать основы нашей культуры, если мы это сами можем сделать дома. И они же там же сказали нашим батюшкам, что есть некие социологические то ли догадки, то ли исследования, согласно которым, если вере, вере, нас учит женщина, то вера усваивается, скажем, там на процентов, например, там 17-20 от общеподанного материала. Если же вере учит мужчина, вера усваивается в 3-4 раза больше. Я вполне с этим согласен, потому что у нас в школах дефицит мужчин. У нас только военруг, физрук и дворник, там все-таки мужики, остальные все сплошные, значит, присоединятся прекрасного пола. Хотя раньше слово учитель было мужского рода. И вот, если мы верующие люди, а мужчина должен быть верующий. Неверующий мужчина – это очень странная вещь. Это, кстати говоря, непривычно слышали звучащие слова, потому что мы-то привыкли, что храм куда не ткнись, то надо не бабушки. Ну ладно, женщины помоложе только, но все равно женщины, там 7 из 10 женщин. Это надо сломать. Может быть, это и есть первое, что нужно сломать. Потому что мужской ум требует истины. Женское сердце требует любви. Мужской ум требует истины. Эти вещи не противоречат друг другу. Просто мужской ум жаден до истины, должен быть жаден. И если мы будем люди верующие, мы, конечно, будем все свои вопросы решать через него. Будем умолиться. Мы будем понимать, что в этой жизни довольно быстро побегающий. Лично от нас зависит очень немного. Представьте себе, мы сегодня так тоже ехали, как раз об этом все говорили. Представьте себе, вы нашли любовь всей своей жизни. Вы нашли любовь всей своей жизни. Теперь писать себе, например, там огромную картину, состоящую из пазлов, например, там штук 5 тысяч пазлов. В самом центре последний пазл – это ваша встреча. Но все остальные пазлы – это вообще не ваши. Потому что, например, если ваша избранница будет 25 лет, например, на момент встречи с вами, то она прожила без вас целых 25 лет. У нее были друзья, знакомые, школа, подруги, спортивные секции, любимые книжки, сны, мечты, песни, магнитофон с записями. У нее была целая вселенная без вас. Это были маленькие пазлы, которые складывали эту картинку, а у вас была своя жизнь. У нее были папа и мама. А у них были свои папа и мама. В этом огромном полотне Господь это все складывал очень долго, чтобы вам только встретиться и последний пазл уже вставить только во двоим. Решить вопрос своего личного счастья – это же не в силах человека. Совершенно не в силах. Это Господь, как пчелка, сплетает тончайшую, значит, такую сеточку этих сот, геометрически правильных, кстати. Вот чудо еще какое. Кто пчелу геометрии учил? Тончайшие, точные и сложные шестиугольники одинакового размера. Это Господь сплетает это такое длинное кружево, чтобы от тебя только зависело не ошибиться и заметить того, кого нужно заметить. Только вот эту вишенку в торт туда, тык, и все. И целый кусок жизни закончился. То есть закончился поиск. Еще ничего не закончилось, только поиск закончился. Теперь началась проблема строительства жизни. Это отдельная проблема. Мы пока что решаем только первую часть. А теперь смотрите. Например, Господь Бог в своем совете, в своей премудрости решил, например, что вот тебе, Коля, нужна вот такая девчонка, такая деревенская, работящая, невысокого роста, значит, такая плотненькая, с веснушечками. И звать ее Галя. И где-то она уже родилась. И я к тебе ее приведу. Представляете, что Господь поговорил бы с вами. Но так получилось, что вы очень любили голливудские фильмы и образ женщины, идеальной женщины. Образ женщины, которой вы оборачиваетесь. Образ женщины, о которой вы иногда мечтаете. Это, например, Мерлин Монро или Анджелина Джоли, или что-нибудь еще. И вот Господь приводит к вам эту Олю или Галю, которая для вас создана. Но это Галя с конопушками. Это веселушка из деревни, которая детей нарожает и корову сдоет. Которая вообще штукатурку, значит, поменяет в доме, обои переглеет без вас, пока вы будете на работе. Которая все сделает, еще и с песней. Эта Галя вообще вами не замечается. Потому что вы ищете постоянно какой-то свой эфемерный идеал, который заложен в вас. Какой-то книжкой, скорее всего телевизором, видеообразами. В лучшем случае это будет классический кинематограф. В худшем случае порнография. Этот идеал будет у вас в голове торчать. И реальное ваше счастье будет ходить вокруг вас кругами. И вы его не заметите. Это и есть одна из составляющих проблем современного человека. Потому что слишком много видеообразов. Слишком много жадно цепляющихся за сердце таких, значит, иллюзий. Сознательно придуманных и предложенных. Ну, тот же Голливуд, это же фабрика грез. Dream factory. Это фабрика создания снов. То есть ты спишь на него, ты смотришь и бредишь. И потом выходишь на улицу и ищешь воплощение этой мечты. И у нас многие архетипы поведения заложены ничем иным, как просто белой простыней, по которым бегают тени. В 90-е годы, говорили, было огромное количество банд, настоящих банд, которые строили свои отношения, копируя внешнее поведение этих самых. Марлон Брандоттером, как это значит? Крестный отец, да. То есть они как бы пытались перенести эту бандитскую сказку как бы с экрана в свою собственную жизнь. И это на самом деле тоже только у нас такое может быть. В современном человеке. То есть в 19-м веке, в 18-м, в 17-м такое просто быть не могло. Какая-то часть общества могла прочесть французский роман заболеть крутуазной любовью. Но этих людей было так мало, что они не влияли ни на демографию, ни на общую статистику жизни в браке, ни на что. А сегодня мы все находимся под воздействием могучей фабрики воображения. И человек не замечает своего счастья. Если бы он себе сложил в голове, а что тебе надо, кого ты хочешь, то у него получилось бы что-нибудь такое кинематографическое. Понимаете? Потому что эти образы попадают в глаз, потом дальше западают в сердце, а потом мотивируют человеческую деятельность. То есть еще заметить надо. То есть Бог сделает всю работу. Сделает сам. Тебе нужно только заметить твое счастье. Понимаете? И тогда уже правительная инициатива. Поэтому мне кажется, что неверующему человеку, это тоже в принципе можно объяснять, потому что неверующий человек, который не знает, как Бога зовут, и как его призвать, и как ему молиться, на колени становиться, не становиться, поднимать руки кверху, не поднимать, креститься или не креститься, он не знает никаких таких, так сказать, частностей священных. Но если он чувствует, насколько сложен мир, он должен понимать, что в этом мире от меня зависит, мягко говоря, не все. В самых главных своих частях я зависим от других и от другого. В моменте, в факте появления на свет, да вообще, если разложить всю нашу жизнь, насколько хочешь, дроби ее на самые малые величины, ты постоянно будешь сталкиваться с чудесным, как мы говорим, совпадением, чудесным случаем, чудесным, там, неожиданностью такой. С одним батюшкой мы говорили, он говорит, там, рассказывает ему прихожан, говорит, представляете, говорит, перехожу дорогу, уронила зонтик, нагинаюсь, и замешкалась там на пару секунд, мимо меня как проскочила, говорит, машина на такой скорости, говорит, что если бы я, вот, не было бы этого случая, то меня бы уже сбили, говорит, а может быть даже и насмерть. Он говорит, случая. Да, есть такое имя у Иисуса Христа. У него есть имя, случай, внезапность, ни с того, ни с сего, там, вдруг, ой, вот, так, понимаете, у него есть все. И от нас зависит только, значит, по сути, как бы, в нужное время нажать на кнопку. Что еще? Надо, кстати, еще определить, положить на ИК, давайте я переступлю, может быть, к тем самым, к тому, что я разберу, потому что я почему-то не взял. Мне 30 лет, как преодолеть инфантильность, которая за многие годы неправильного образа жизни уже в крови и до мозга костей проникла. Головой все понимаешь, но остаешься ни к чему не способными. А у вас больше нет выбора, друг мой, вы должны быть self-made man. Если вы оценили себя, как бы, значит, как, например, там, лентяя, например, или сладкоежку, или лежебоку, или кого-нибудь еще, мечтателя компьютерного, или просто, значит, кого-то там еще, кого-то еще, то у вас больше ничего не остается, только взяться за самоисправление. Я хотел бы задать вопрос, например, любому человеку, который знает о своих грехах и не хочет с ним мириться. говорит, ты хочешь жить по-другому? И если ты скажешь, что ты хочешь, то я тебе скажу за следующее. Апостол Павел говорит, что Христос действует нас и ежи хотеть, и ежи действовать. То есть, сначала он рождает в нас желание. Например, ты чувствуешь, тебе нужно заняться физическим своим состоянием, пока не поздно. то ли к ближайшему лету, то ли просто на всякий случай. То ли ты просто, то ли ты, например, тебе 50, а, например, твоя избранница, например, 28-30 лет. Бывают такие случаи, говорит, можно так вот жениться? Да, можно-то можно. Только тебе нужно теперь за свое здоровье взяться. И после шести не есть, и плавать, и в спортзал ходить, и пешком двигаться, потому что, когда ей будет 35, тебе будет 65. А когда ей будет 40, тебе будет 70. И многие в 70 лет еще первенца рожают. Есть такие случаи. Я сам видел таких людей. Но далеко не все. Многие уже в 50 уже не товарный вид имеют. Поэтому можно. Если ты знаешь, что тебе нужно, значит можно. Значит, нужно включить, как бы, никто же сейчас нас на войну не зовет, к счастью, да, но в спортзал можно, совесть нас зовет иногда. Или зовет отойти от холодильника, там, или ограничиться, там, одной тарелкой борща, как бы не наливать вторую. То есть у вас нет выбора. Вы инфантил, и вы сами себе даете такой диагноз. Но это не смертельный приговор. Так получилось, что то ли вы были один в семье, то ли вас воспитывала бабушка, которая часто, если мама, например, работает, и папа, вас воспитывает бабушка, например, то, конечно, вы будете заласканной, закормленной, и бабушка может, не каждая бабушка научит внука, например, там, завязывать шнурочки, там, она часто делает, сама это делает. А если еще папа маму бросил, и мама работала, воспитывала вас бабушкой, кругомолетней женщины, то, конечно, вы будете инфантил. Ничего тут не сделаешь, таких семей у нас довольно много, но теперь уже в 30 лет вы сами понимаете это. И у вас теперь есть для этого время, то есть у вас есть мужской ум, чтобы это понять, и поверьте мне, у вас есть мужская воля, чтобы это исправить. Пускай у нас не все получится, КПД, может быть, не будет там каким-то огромным, но я тебя спрашиваю, ты хочешь жить по-другому? То есть, ну, конечно, хочу. Так это Христос тебе дал такое желание. У тебя есть желание, что-то исправить в своей жизни, начиная с самых каких-то, может быть, элементарных мелочей, освоить какие-то компьютерные курсы, или пойти на какие-то курсы, допустим, ты чувствуешь, что ты бестолкново живешь, ничем серьезным занимаешься. Ну, найди себе полезное занятие. Кстати говоря, таким образом увеличивается круг знакомых. В твое поле жизни попадают новые люди. Иначе мы заезживаемся и видим только одни и те же лица. В подъезде одни, на работе другие, там где-то в парке третий, а больше никого не видим. То есть нужно выйти за свои рамки, может быть, иногда. Поэтому у вас все, слушайте, 30 лет, да даже женщине сегодня в 30 лет нельзя так сказать. Ну, все, уже 30 лет, как бы, значит, даже женщине, хотя они это чувствуют быстрее, болезненнее и разрушительнее. Ну, жить в 30 лет, это только начало жизни вообще. Только начало. И вам можно исправить свою лень всем, чем хочешь. Активными физическими занятиями. Возьмите пример, какой-нибудь пример себе благое выберите. Кого хотите. Ну, опять-таки, это все... Опять мы вернемся к Голливуду, как бы. А как думаете, например, вот, дает интервью, например, экс-чемпион мира по боксу Нова Александр Поветкин. Что вы думаете? Он говорит, я посмотрел фильм с Брюсли, и на следующее утро пошел в спортивную секцию. Да, это так и происходит. Нами давно командует Голливуд. Нам кажется, что мы сами принимаем решения, но варианты решения нам подкладываются ни из книжек, ни в церкви наистов, ни от крестных родителей, ни от старшего брата. Выберите себе, с кого брать пример. Есть такая библиотека жизни замечательных людей. Возьмите там кого-нибудь. Лучше потихонечку все это так почитывайте. Так по диагонали, так страничка за страничкой. В мире было очень много интересных людей. Были слепые шахматисты, которые... Или, допустим, слепые математики, которые не видели эти формулы, они их в голове видели и содержали в памяти, допустим. Был, например, такой русский шахматист Алехин. Он однажды в Чикаго провел сеанс одновременной игры на 32 досках с завязанными глазами. Слышите, что бывает вообще в жизни? Были люди, которые, например, один почтенный протеерей рассказывал мне про своего любимого епископа. Говорит, этот любимый его епископ, будучи уже человеком, сами решите преклонный, это возраст нет, около 70 лет. Научился играть на скрипке. В это время люди забывают уже все, что умели. А у него такой был огонь к жизни, такое желание жить, что он научился. Конечно, он не играл, как поганили, но он играл, потому что он знал нотную грамоту, он играл на фортепиано. И он годам к 70 научился играть на скрипке. Когда Дикуль сломался позвоночник, он начал заниматься гимнастикой, потом теперь лечит половину мира с поломанными позвоночниками. Да у нас есть масса примеров того, как люди без рук рисуют ногами. Бывает, параолимпийцы, это просто герои от того, что они просто выходят на эти свои дорожки. То есть человек мог бы сидеть дома и сходить с ума от того, что он там без руки, без ноги, слепой, плохо слышащий. Они играют на колясках в баскетбол, они плавают с одной ногой. Слушайте, мужику с двумя руками, с головой, с глазами, с желанием жить по-другому, как бы нужно как-то чуть-чуть взбодриться просто, больше ничего. Так что начинайте с сегодняшнего вечера. А что еще ждать? Уже время драгоценности. Его не продают, не покупают. оно утекает, как бы мы им пользуемся. Так что вперед! Ваш инфантилизм испарится. Придум, как это, раньше всех в армию гнали, как бы, инфантил. Но в 30 лет уже, может, поздновато. Там сержант вас быстро научит, как бы, значит, даст вам понять, что я не знаю. Зачем ты находишься в армии? Чтобы слушаться ваши приказы, сержант. Все прекрасно, ты гений. Это цитата из одного известного фильма. Может быть, кстати говоря, что женщина нам выдвигает в плане претензий? Ну, разбалованные мальвины, которые хотят подарить себя тебе и поступить на полное обеспечение с твоей стороны, ну, конечно, они могут там выдвигать там претензии, что там, ну, денег надо, как бы, машина по статусу, не там, прочие-прочие хотелки такие. А нормальные женщины что выдвигают по отношению к мужчине? Ну, как раз инфантилизм, наверное, и выдвигают. Какую-то робость, какую-то безинициативность, может быть, какой-то инфантилизм, какой-то что-то еще. Наверное, это входит, как бы, в такой список классических упреков к мужикам. А где они, типа, ничего себе где? А в Сирии кто воюет? А на тех же олимпийских дорожках совершаются спортивные подвиги кем? А в научных институтах люди совершают какие-то разработки, которые внедряются. Это кто делает? Все делают люди современные, это не с луны все, все есть. Все есть. Просто, может быть, мы просто не туда смотрим. Нужно ли при выборе девушки делать акцент на ее целомудренности? И секрет, что сейчас достаточно сложно найти целомудренность, целомудренную девушку. Вы, наверное, имеете в виду, ну, то есть, видите ли, девственность и целомудрие это не совсем одно и то же. При современном положении дел у девушки увеличивается риск утраты девственности в разы, 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 разы. По многим причинам. Вот уехала, например, девчушка там из родного города в столичный город учиться. И она попадает в зону риска сразу. В общежитиях там с подружками, друзьями это зона риска. Сплошная. Сохраниться, слава Богу, не сохраниться, а целомудренность это некое более широкое качество, которое может быть в человеке даже в случае, если он ошибся когда-то в жизни. Понимаете, человек может в жизни ошибиться, но он может извлечь из этого, так сказать, уроки и впоследствии избегать этих ошибок там, и горько корить себя, и делать противоположные выводы. и в этом случае он целомудренный. То есть те знаки на теле, которые, так сказать, будут напоминать о том, однажды скажут о том, что человек совершил ошибку, это одно, но душа может вполне исцелиться. Вполне. И женщина может быть вполне верна своему мужу и прочее, прочее, при условии того, что она где-то могла оступиться. Если вы настроитесь, например, на поиск каких-то кристальных вариантов, тогда нужно искать пораньше. Пораньше нужно. Нужно порог замужца, жениха снижать. И тогда нужно тебе брать, например, десятиклассницу, еще годик, пока она в одиннадцатом классе учится уже там как-то так ее опекать, познакомиться с родителями, значит, и потом она вышла из школы и сразу ее подвинется. То есть нужно беречь будет ее сразу, а если вы ее нашли уже в тридцатилетнем возрасте, вам будет трудно предъявлять к ней претензии. Она вам скажет очень известные слова, говорит, как долго я тебя ждала. Где ты был раньше? Наконец ты пришел в мою жизнь, я полюбила тебя, и теперь я тебе клянусь, ты будешь один. Все. Но я тебя искал, я тебя ждала, я не жила на Марсе. Я жила здесь, вот в этом мире, в этом мегаполисе. Вот с этими, извините меня, мне одна недавно сказал, один парень пришел к мне поговорить, я вот этой передачи сам не слышал. Знаете, есть такая на первом канале передача про здоровье. Ее ведет, да, известная она доктор, она популяризатор медицинской науки. Вот он говорит, я видел передачу, я за что купил, что продал, я не видел, но я доверяю его словам. была передача про мастурбацию. А там несколько раз как-то случайно включаешь, там у нее все время что-то про запор, как бы, значит, и про фрегитность, какую-то, какая-то половая тематика, постоянно. Она что-то там объясняет, завзято с таким огоньком. И он говорит, а мужик уже тоже взрослый, ему где-то лет 35, и он говорит, я включаю, там передача про мастурбацию. И она так весело с огоньком рассказывает, как это хорошо вообще, как это здорово. Это, во-первых, там профилактика простатита, это снятие духовного стресса. Говорит, слушай, что ты заливаешь? Я-то знаю, значит, что бывает с человеком, который, значит, профилактирует простатит. Депрессия, уныние, заниженная самооценка, значит, и так далее, и так далее. Значит, желание переспать с кем попало, лишь бы с живым человеком, а не с самим собой. Да, потом у парня возникает комплекс. Это все описано в книжках уже очень давно. Так вот, в нашем мире на Первом канале тебе могут сказать прямым текстом, что маструбируй на здоровье. Это как бы маркер того, где мы живем. То есть, где мы живем сейчас. Это вот эта каша. Что такое Вавилон? Это полное смешение. То есть, через полчаса на том же канале могут, например, дать какое-то интервью, например, какого-то нашего ведущего владыки там, или святейшего, или еще кого-то. А за полчаса до этого могут поставить Елену Малышеву. Она тебе расскажет какую-нибудь околесицу, которая вообще на голову не налазит. И вот в этом мире живут люди. И мы познакомились, например, в 30 лет. Ну, ясно, что здесь будет тонкий психологический момент чуткости ее и его друг к другу этого осторожного расспрашивания, осторожного узнавания. Что же было в твоей жизни раньше? Как ты жил? Как ты жила? Где ты училась? Что там у тебя было? Это очень такой сложный момент, который избегает только одним понижением порога выхода замуж. Когда мы эти риски занижаем, потому что мы от 16-летней девочки мы ожидаем, ждем, собственно, целомудрия. Хотя это сейчас при помощи соцсетей. Там у нас родители вскрывают соцсети, в которых сидят их дети. Вы не поверите. Седьмой класс или шестой класс. Ночью вроде все пошли спать. Под одеялом все с гаджетами, в закрытой группе. Один папа-хакер взломал эту группу. Слушайте, так это стыдно смотреть. Это оказывается, что моя шестиклассница, дочь, она смотрит такое, что я не видал даже и в 25 лет. Они говорят таким прямым текстом какие-то вещи проговаривают. Они могут еще не понимать всего смысла этих слов, но они проговаривают на уровне вербального какие-то страшные вещи. и сохранись пожалуйста в этом в чистоте и целомудрии вот скажем 20 лет. Здесь нужна какая-то чуткость такая элементарная. И потом женщины они же знаете они даже в отсутствии войны кровь проливают. Ведь мы перестали воевать, но они рожать не перестали. А когда женщина рожает, она воюет. Поэтому у них такое настроенное на серьезный лад сознания. Понимаете? они кровь пролили. Сколько раз родила, столько раз кровь пролила. Это тяжелейший труд. Выносить, родить, да потом выкормить, да со всеми этими штуками. То есть они кое-что в жизни знают, если рожали. Вот. Так что если она родит, да еще ни одного, она этой кровью родов, этими криками и болью, этим своим добровольным материнским страданием все смоет с себя. Потому что уж поверьте, материнство имеет очищающую целительную силу. как вообще все святое имеет исцеляющую силу. Лишь бы только додобрести до этого и вовремя начать это все. Так что, конечно, дай Бог девочку, дай Бог не тронутую, но тогда надо искать помоложе. Вы знаете семью, где женщины не командуют? конечно. И не одну, кстати. И не одну. Есть такой поповский анекдот. Несколько священников, довольно большое количество, попали, так сказать, на какую-то ревизию к кому-то из таких, ну, таких важных людей, например, апостолу Петру. И как-то они стоят, значит, такие все в шеренгу. И он говорит, им так, подкаблучники, шаг вперед. Все раз, все одного, кроме одного. Один стоит, «А ты че?» Он говорит, «А мне жена сказала, чтобы я никуда не двигался». Но это та самая мягкая сила, которая вот сейчас говорит, допустим, вот раньше государства тратили много денег, чтобы воевать напрямую. Сейчас они поняли, что, ну, для того, чтобы, например, завешать рекламой Кока-Колы, например, все российские города, в начале 20 века американцам нужно было бы воевать полгода, год или два, или три, или десять, и то и бесполезно. А они как бы мягкой силой через культурную экспансию как бы завешали все кругом своими названиями, своими брендами, там, своими системами. Это мягкая сила. Мягкая сила культуры, мягкая сила искусства, мягкая сила там того. И у женщины тоже есть эта мягкая сила. Она тоже у нее есть. Это как бы такая она, как принцип главный дзюдо, то есть поддаться, чтобы победить. Она будет слушаться мужа, но она сумеет как бы делать так, что он не понимает того, будет делать то, что она скажет. У нее есть такой, у природный ум, и у мудрой женщины есть такая способность. Там, конечно, все по разному бывает, но такая мягкая сила у нее есть. Поэтому, когда мужчина слушается женщину, это ему не позорно. если он слушается ее в мелочах, если речь идет, например, о том, какого цвета там выбирать, скажем там, шифонер какой-нибудь, да, или там, что класть в борщ, там, майонез или сметану. в этой чепухе, мужчина даже стыдно спорить с женой. Но серьезные вещи он должен решать со своим последним словом. То есть, закон жизни, мне кажется, должен быть такой, что все серьезное, большие покупки, судьба детей, там, всякие переезды, там, какие-то такие серьезные вещи, сопряженные с большими растратами, с риском для жизни, может быть, для бюджета, для, надо, чтобы решали вместе и последнее слово было мужа. Женщина покорится, нормального мужика, невозможно, не послушаться. Женщина хочет слушаться, только нормального мужика. Хочет. В мелочах, нечего с ней размениваться, на какую-то мелочь такую. Вот. Если она скажет, например, я бы хотела вот эти кастрюли купить, да покупай их, еще буду я с тобой за кастрюли спорить. Но уже в серьезных вещах, мужчина, то есть нужно разделить эти ролики, и все. Дайте ей возможность покупать кастрюли, которые она хочет. И будьте таким, чтобы на своем месте решить вопросы уже высшего порядка. Вместе с ней, при последнем слове за вами. Какие лучше строить отношения с родителями жены, мужа? Но вообще их нужно любить, понимаете, когда человек женится, он пускает в свою семью не только одну жену. Тайна брака, ее кошмарная сложность, в том числе, заключается в том, что когда ты берешь в жену, и вот эту женщину, или эту девушку, то ты вместе с ней получаешь еще пакет родственников. В нагрузку. Как при сельской власти. Покупаешь масло, подсчет в нагрузку, тебе пластмассовое ведро еще продают. Зачем-то. Потому что надо ликвидировать, было какие-то эти товары, как бы реализовывать, которые никто не покупал. То есть я не женился на своей тещи, но я получил ее в нагрузку вместе с женой. Теперь она моя мама. То есть я теперь говорю ей, мама, и я ее не искал, я ее не хотел. Она как-то сама пришла ко мне вместе с женой. Плюс у жены есть еще, значит, там, скажем, там сестры, братья, там двоюродные, родные. Они тоже все мои родственники стали. Это в этом тоже есть кошмарная сложность в семейной жизни. Что надо получить, целую кучу людей вместе с одной женой. Вот. Лучше бы деньгами отдали, как бы. Но это... Поэтому строить с ними отношения нужно как с родными людьми. Вы вступили с них в кровные отношения. То есть вы теперь с женой и одна плоть. И мама вашей жены, то есть ее мать, как говорят, она тоже каким-то образом ваша мать. Сестры вашей жены, братья вашей жены, тоже ваши братья и сестры. Сложно, но так оно и есть. Даже, допустим, если, например, условно говоря, я выдаю замуж, например, дочку, то я получаю в мере, то есть я получаю себе зятя в сыновья. Понимаете? То есть моя дочь выходит замуж, даст Бог, да? И она приводит ко мне, пусть они будут жить отдельно, они в со мной месте, под одной крышей, но она мне в семью приводит еще одного человека. И теперь он мой родственник. Не я с ним буду жить, она с ним будет жить. Но я должен полюбить его. Я должен сказать ему, сначала познакомиться, как его зовут, а потом, наверное, назвать его сынок на каком-то этапе. Потому что он мне сын, он муж моей дочери. Если он нормально воспитан, он скажет батя, или так, и так далее. То есть в этом есть тоже сложность сложность семейной жизни, и в этом ее благословение. Потому что чем сложнее система, тем она устойчивее. Вот, например, скажем, любое, например, озерцо небольшое, да, это маленькая отдельная экосистема. И там жабка квакает, рыбка, значит, там где-то ныряет, какой-нибудь там селезень там кружит, какие-то там деревья по берегу растут, какой-то рыбак с уличкой сидит. Это очень сложно. Чем больше элементов в этой системе, тем она устойчивее. То есть чем семья распространеннее и шире, тем она оказывается устойчивее. Современному человеку это трудно понять, потому что у нас некое такое эгоистичное сознание, во-первых, во-вторых, очень сильно поменялся быт. Когда люди жили под боком друг у друга, вот дом мой, вот дом моего брата, и наши дети играются вместе. Это было понятнее. Сейчас мы живем все в разных местах, там еще и высоко на этажах, в разных городах. Нам трудно держать семейные связи при отсутствии общего хозяйства. Но тем не менее, когда я получаю жену от Бога, то я получаю вместе с ней еще целую группу людей в родственнике. И нужно относиться к ними как к родным людям. Насколько это возможно? Сами знаете, что про тещу, про зятя, про невесту, про свекровь придумано много анекдотов и написано много криминальной хроники. И в гражданских делопроизводствах, там, где гражданские судьи занимаются разделом имущества, решением бытовых ссор, там только этим и занимаются. решают вопросы, значит, меня не пускают в внуку, там, они там забрали пол моей квартиры. Вокруг этого всего, вокруг неумения любить и неправильно вот это построение этой широких семейных связей. Вся наша жизнь, по сути, построена в своем негативе. Если бы люди в семьях жили мирно, половину судов гражданских нужно было бы закрыть. Но суды не закрываются, судя по всему, их количество будет вырастать, потому что будет дальше отъедание эгоистичное. Это мое, это мне, это опять мне, как бы такое. Там люди разводятся, опять-таки делят что-то там, там мамы вмешиваются в жизнь своих дочерей, опять-таки, целый Голливуд, опять-таки, тот же самый Голливуд. Но общие, так сказать, правила такое, системное правило, это нужно любить своих родственников, которых ты не искал, которых ты приобрел месяц с супругой. Что делать в случае потребительского отношения к мужу? Ну, что делать? Доказывать, что, доказывать дипломатическими методами, значит, что ты не просто, так сказать, мужчина, это не ишак, и не рабочая лошадь, как бы и не смесь волшебного автомата, выкидывающего деньги, значит, с постельными удовольствиями. Как вы это докажете, я не знаю. То есть, конечно, нужно доказывать, если нужно это доказывать логически, как математическую задачу, значит, ничего не получится. Там надо как-то подобрать какие-то правильные слова, которые, вот, надо сказать их, там, один раз, или два, или три, она должна понять это сама. вот, как-то, в общем, там уже, это уже вопрос вашего творчества, так сказать, психологического. Хотите, вот, вот так сделайте, по столу. Ну, как же так, ну, все, что не понимаешь. Да, знаете, есть такой, вот, в советское время было, военные части, они часто закреплялись за детскими всякими учреждениями. и вот, представьте себе, садик, за которым закреплен какое-то подразделение военное закреплено. И солдатики там, значит, то травку постригут, то забор покрасят, то что-то еще сделают. И вот, на каком-то этапе, значит, заметили эти воспитательницы, что дети этого садика страшно ругаться начали. Гнут невместимые маты. А они маленькие же, там, по четыре года. И они пожаловались командиру части. Командир части позвал к себе тех солдатиков, которые недавно там работали. Говорит, ну что там у вас было? Рассказывает. Да ничего. Говорит, почему дети ругаются? Даже они от вас наслушались. Только от вас. Это ж понятно. Да нет, ну что мы, ничего, мы это самое. Рассказываете. Говорит, ну мы проводку тянули, говорит. Был, говорит, рядовой Иванов, и я, сержант там, значит, Петров. И вот, там было, значит, трудно так. И рядовой Иванов, значит, паял, там распоявшиеся эти, значит, контакты. А я стремянку держал, ну а дети тут бегали, то, значит. Говорит, ну и что? Говорит, да что, говорит, тут припой этот оловянный. Он как-то так начал капать меня так за шиворот. Говорит, и что? Говорит, ну что? Ну я говорю, товарищ рядовой Иванов, говорит, как тебе не стыдно? Не видишь, что ли, что горячее голово капает за шиворот боевого товарища? Ну и все, говорит, что там еще было? Чего больше не было? Так что надо как-то объяснить же, говорит, милая жена, ты же понимаешь, надо как-то уважать человека нужный. Ну, понимаешь, ну что ж ты думаешь, что я это самое, даже корову до крови доить нельзя, как бы, значит, ну что ж мне до крови доишь, как бы, дай денег, дай денег, дай денег, ну пожалей же, что это самое, да, так то объясните, вот и все. Как узнать, чтобы не ошибиться? Думаю, что это все от него, от нас только глаза, значит, надо молиться Богу, надо Богу молиться. Вот знаете, как раскрываются люди в общении? Знаете, например, как обманчива внешность, опять-таки? Вот посмотришь, думаешь, на женщину, ну королева, какая-то, ну богиня, из какой-то сказки, значит, заговоришь с ней, ой-ой-ой-ой-ой, где мы, отдайте шляпу и пальто, где мы и вещи, ну знаете, как бывает такое часто, да, то есть, а ты же жить будешь не с этой фотографией, которая только что вышла из парикмахерской, зачем тебе, зачем тебе надо это все? Надо жить, вдруг ты будешь с человеком жить, поэтому здесь надо как бы вот, это, это тайна, чтобы не пройти мимо, тайна узнавания, она, конечно, сохраняется в тайне, но просить надо, как-то просить живущего на небесах, сказать, господи, да открой же ты мне глаза, ну есть же где-то это счастье мое, ну есть же где-то счастье, ну ты приведи ко мне ее, вот опять-таки, мы пока ехали, интересный разговор у нас был с ребенком, с мужчиной, их в сторону милез, вот помните эту комедию советскую с легким паром, ну конечно помните, вот с одной стороны это социальная, социальная, так сказать, сатира, в которой все дома одинаковые, с другой стороны это просто как бы веселое приключение мужиков на Новый год, напился, там сел в самолет вместо товарища, чего не бывает на Новый год, а с третьей стороны это сложнейшая схема того, как Господь Бог соединяет разных людей, для того, чтобы тебе найти ее, если она, например, в другом городе живет, тебе нужно, у тебя будут устроиться, тебе там командировка в этот город, или тебе туда пьяного привезут в конце концов даже, судя по фильму, но ты встретишь, то есть Господь со своей стороны все сделает, это сложная схема этих сложных встреч с Богом, людей, вернее, людей друг с другом, то есть третья улица, строители, как бы, вот там твоя, вот там твоя, не здесь, а там твоя жизнь, с этой точки зрения, как бы, тоже можно этот фильм прочитать, то так оно и происходит, вот вы поговорите со всеми людьми, которые согласны вам рассказывать истории своей жизни, там же у всех так и происходит, такое, значит, люди находят свое счастье и несчастье внизу, ничего себе за хлебом сходил, да, выходишь из дома, ничего не думая, как бы, и находишь, как бы, что хочешь, там счастье, несчастье, уже как получается, такое, то есть, ну, твердая убежденность в том, что жизнь зависит от Бога, должна быть у человека, твердейшая убежденность, все от тебя, ты хозяин жизни, ты меня создал, ты бодрствуешь надо мною, ты помнишь меня, ты знаешь меня, ты переживаешь обо мне, ты любишь меня, то есть, как-то, это я там вспоминаю про тебя, там, иногда, иногда, а ты-то любишь постоянно, то есть, открой мне глаза, подскажи, научи, я ничего не понимаю. Как готовиться к зачатию ребенка и какие молитвы? Молитвы ваши, в Библии есть, в Библии есть только один готовый текст, есть такая книга Тавита, в которой говорится, об одном удачном браке, юноше Тави и его супруге, значит, он, преклонивший колени перед брачной ночью, он сказал, Господи Боже, отцов наших, ты создал мужу помощницы и жену, и благословил их на брак, и вот ныне я, Господи, беру сию сестру мою, она была из рода его, там, как бы, ну, это еврейские ясно книги, и ныне я беру сию сестру мою, поистине, как жену, а не для похоти, благоволи же помиловать нас, и дай нам состариться вместе, так он сказал, оба сказали аминь, и спокойно спали в ту ночь, то есть вы можете молиться как хотите, можете молиться отдельно, можете молиться вместе с женой, и так и так можно, в зависимости от того, насколько интимны и глубоки ваши отношения, можете преклонить колени перед Богом, много не говорить, сказать, Господи, пусть эта ночь будет ночью зачатия ребенка, то есть жизнь происходит от тебя, ты нас свел, ты нас соединил, благослови, чтобы сегодняшнюю ночь, если можно, была ночью зачатия ребенка, тебе на славу, нам на радость, пусть родится дитё наше здоровое, тебе на славу, а нам на радость, как-нибудь так, у вас у самого, или у самой, у людей, в сердце достаточно личных просьб, которые не могут Богу просто выговаривать, сделай так, пожалуйста, если можно, и все, только много главное не говорить, главное в это время много не говорить. Как воспитать сына христианином, если самого не воспитывали в христианстве, ну да, и к вере пришло в взрослой возрасте. Это проблема всей нашей русской цивилизации, потому что мы плохо знаем, что такое детство христианина, плохо знаем, что такое юность христианина, мы только знаем, что такое зрелость христианина, когда с грехами, отягченные грехами и ошибками, ты приходишь в церковь, это нам более-менее известно. Поэтому нужно искать свой путь. У папы, вернее, у ребенка должен быть папа, и папа должен быть, знаете, когда психологи, вот берут, например, малыша, говорит, нарисуй домик, в котором вы живете, и маленький ребенок рисует домик, там трубу, крышу, окошко, говорит, а кто у тебя там в домике живет? Он говорит, ну, папа, мама и я. Вот психологи очень часто, они, допустим, могут вам по этому короткому ответу сказать, вы присутствуете в жизни ребенка или отсутствуете? Например, ребенок может сказать, в этом домике живу я и мама. Вот. А папа где? Папа пошел на рыбалку. То есть, ребенок же никогда не рисует просто, просто, например, домик там или собачку. Он рисует целую историю. И когда его спрашиваешь про эту историю, расскажи мне про это. Он тебе там рассказал. Допустим, он вот возюкается с машинкой по полу. Говорит, это что за машинка? Это милицейская? пожарная. А ты куда едешь? На пожар. А что говорит? Говорит, там бензозаправка. Он тут же, он тебе целую историю будет рассказывать. А как зовут водителя? Говорит, Коля. Говорит, ну, что они там потушат? Потушат. Вот. И вот если вот ребенок нарисует вам домик, говорит, а кто там живет? Говорит, мама и я, и бабушка. Говорит, а где папа? Папа на работе, например, или там еще где-нибудь. Значит, вас в жизни нету у ребенка, как бы в его сознании, вы не присутствуете. А нужно, чтобы это присутствовал. Самое главное для ребенка, мне кажется, мальчика, это чтобы папа присутствовал в его сознании. Потому что у нас очень много неполных семей. Очень много этих детей, которых, у них нет этой радости отцовства. Они не ходили с папой ни в кино, ни в цирк, ни туда, ни сюда. Они не знают этого. Папа не учил их плавать, папа не ходил с ними в тир. Папа не рассказывал им какие-нибудь истории про Александра Македонского, про Карлосова, про кого хотите. У них нету этого. Потому что, если даже наши папы просто будут со своими сыновьями, то считайте, что вы половину работы сделали. Один рок-музыкант, по-моему, Ляпи Струбецкой поет такое. Дядя мальчишку обнял, пообещал его сделать хорошим певцом. Понятно? Завязка проблемы. Он его руку убрал. Он был воспитан хорошим отцом. Вот вам проповедь позитивного отцовства. Если у мальчика отец есть в сознании и рядом, конечно, то мальчику на плечи руку не положишь. Незнакомый дядя с предложением с хорошим певцом. Понимаете? Это 100% зависит от наличия мужчины в семье. Поэтому даже то, что вы будете просто как папа с ним велик ремонтировать, или кино вместе какое-то посмотрите, это будет уже очень хорошо для нашего сегодняшнего дня. Потому что этого очень не хватает. Вообще делать нужно то, чего не хватает, как вы сами понимаете. Давайте, да, пожалуйста. Батюшка, как вы считаете, могут быть минусы, когда у пары один духовный отец? Если духовный отец не справляется со своей работой и пристрастно относится к этой паре, и где-то, может быть, диктаторствует, то есть не очень уважает эту тайну сочетания двух, тогда он может навредить. Потому что у Соломона написано, что я не знаю след корабля на море, след змеи на скале и пути сердца мужчины к сердцу женщины. Не знаю. То есть там очень все, знаете, сложно. А если духовник, например, скажет там, вот тебя, например, там, Наташа, я благословляю, будете замуж, например, за тебя, Саша. И все, давайте, будет это. Бывают такие случаи. И некоторые даже удачные. Но это отнюдь не значит, что всех людей может так женить. Потому что все это гораздо сложнее. А если духовник себе такую манеру, например, усвоит, такого некого великого старчества, то там могут быть ошибки, да. Потом, там много может быть всякого. Духовнику ведь нужно что? Ему нужно вовремя устраниться. Духовнику хорошо, когда. Не когда он нужен постоянно. А когда он сделал свою работу, он больше не нужен. Например, вы ко мне приходите и говорите там, батюшка, я там, скажем, там, ну не знаю, ну любую проблему назовите, например, там, ну вот я подсел, например, на порнографию. Это моя проблема. Там регулярно раз в неделю, нет-нет, да, сяду заработать на компьютер, как бы, вот нет, залезу на куда-то там, оно само выпадает, а я потом не имею силы там. Я с тобой, например, работаю. И мы там общаемся, молимся, как-то исповедуемся. Потом наступает какое-то время, когда ты больше не приходишь ко мне с этой проблемой. Она у тебя тихонечко ушла. Вот это и есть удача духовника. Я тебе больше не нужен в этой проблеме. Так же и в семье. Как Иоанн Креститель. Как он, когда говорит, что друг жениха радуется, когда слышит голос невесты. Говорит, вот сия та радость моя исполнилась. То есть невеста – это церковь, это верующие в Христа люди, а вот Христос – жених. А говорит, ему теперь нужно расти, а мне умоляться. Поэтому если духовник хочет всю жизнь, как бы, значит, давать им приказы, даже если не спрашивают, то мне кажется, это плохой духовник. Он должен сделать свою работу. А потом, например, встретить их через полгода, как живете? И опять в тень на полгода. А что им там мешать? Если без тебя хорошо, зачем тебе туда лезть? Не все духовники это понимают. Духовники, может быть, уверены в том, что они именно потому и хороши, что они там пытаются разобраться прям так вот доподлинно во всем. А всего-то и нужно, чтобы помочь человеку найти себя. Ты нашел себя, я ухожу в сторону, еще я буду стоять возле тебя. Так что такое бывает. Я беру те записки, которые написаны более крупным шрифтом и чуть-чуть меньше текста. Потому что, да, что мужчина, который пишет много текстов, вызывает у меня опасения. К тому же я не взял очки. Есть ли предопределенность выбора избранницы? Я верю, что есть. Только знаете, что человек может не заметить свое счастье и пройти мимо него. И, ну, представьте себе, если бы рисовали бы график, например, вот находишься ты. И вот твои жизненные пути. Ты петляешь, например. А вот промысел Божий от тебя. Ты должен быть здесь. Ну, прошло 25 лет, например, ты должен быть уже здесь. А ты вот там. И тебе так далеко туда добраться, обратно, что ты никак не можешь со своей избранницей, собственно, повстречаться. Да не только с этим. Ты и живешь не в том городе, и занимаешься не тем делом, и думаешь не о том, и вообще как будто не ты живешь. Есть же такое чувство, что ты живешь чужую жизнь. Многим людям это чувство болезненное дается. Говорят, подождите, что я здесь делаю вообще? Почему этим занимаюсь? Это же не мое. Мне же другое должно быть. Там же я же, как один там писатель пишет, эх, руки, говорит, руки, ах, как я на вас обижен. Говорят, вы в юности играли на баяне, на фортепиано. Да вы бы могли быть гениальными. Что вы делали, руки? Ковырялись в носу, подписывали чеки, завязывали шнурки, это в лучшем случае. И проще такие гадости делали. Руки. А вы бы могли сегодня быть руками Давида Ойстраха. То есть вы могли бы гениально играть на чем-то там, или гениально что-нибудь делать. Вы меня подвели, руки. Так можно каждому про себя сказать. Как будто я делаю не то. Собственно, это и есть вопрос всей жизни человеческой. Это и вопрос воспитания. Человеку легче найти себя, когда, например, сводили его на плавание. Не пошло. Сводили его на картинг, там железяками ковыряться, там на машинке гонять. Пошло. Ну, видимо, он и будет с машинами заниматься. Нашел свое. С древности люди хотели понять, что делать человеку. На Украине есть такая байка, что раньше так делали, что когда ребенок, мальчик, когда рожался, и уже он был такой, знаете, когда у него глазки были не мутненькие, такие уже осмысленные взгляды, когда он уже к предметам тянулся, то перед ним ставили небольшую книжечку, как правило, молитвенник, деревянную сабельку, какую-нибудь там еще какую-то чепуху, например, там, допустим, там, а, денежки, там, пару монеток, например, такой, и обязательно чарку. К чему потянется малой? Говорит, это его судьба. Так считали, так гадали на детях, как бы, а что он будет? Говорит, может, будет великий рубаком, а может, будет ученый человек, или монах, или священник, а может, будет хорошо, деньги будет зарабатывать, а может, будет просто пьяница. Правда, были случаи, когда они все грибли к себе, говорят, народные депутаты, так вот, я думал, что только на Запорожье была такая штука, а оказалось, что древний японский обычай, он совершенно автономно, независимо от украинцев, русских, белорусов, существует в Японии долгими столетиями. То есть людям всю жизнь хотелось узнать пораньше, чем мне заниматься. Кстати, у японцев в системе образования-то есть. Они занимаются все вместе до какого-то класса, а потом их там начинают разводить. Они проверяют степень одаренности. В математике, математические классы, не трать время на что-нибудь другое. А ты, допустим, в живописи, художественный класс, не трать время на математику. Они их там сепарируют очень рано. Стремятся, чтобы не тратить время даром. Если человек, например, будет гениальный автослесарь, то это же важная профессия. Или будет там, не знаю, какой-то там монтажник-высотник гениальный, то зачем ему идти на юридический факультет? Он будет там бестолку учиться и будет плохим юристом. А в это время страна потеряет великого монтажника. По сути. Поэтому это задача всего человечества. Как найти себя пораньше? Что можно уже к старости себя найти, но будет такая горечь, такая серьезная горечь, что уже время-то прошло. Так что хочется пораньше. Оказывается, этим озабочены все люди на земле. Даже такие не похожи друг на друга к японцу и украинцу. Это народная традиция даже такая есть. Так, это может быть? Ну да. Нет, ну просто одно, просто с разными словами одно и то же. Знаете ли вы случай, когда нужно жениться на девушке, которая не очень ему нравится внешне, но которая, по его мнению, будет хорошей женой и матерью? Знаю, клянусь, знаю. Один случай знаю сам. Про некоторые читал. У Паисия Святогорца есть такой момент. Знаете, такой был старец Паисий. Приехал к нему какой-то молодой человек и говорит ему, Геронда, там, Ава, я женился и показал ему фотографию своей невесты. Говорит, красиво. Он, видимо, очень любил ее. И она, видимо, была в красавицах. Он говорит, да красивая она, красивая. Говорит, ну что вы, что за христиане пошли? Говорит, только красивых им подавай. А некрасивым потом что делать? Во все тяжкие бросаться. Что некрасивые замуж не хотят. Вот если бы ты, говорит, выбрал себе такую простенькую, а не такую прям растакую, то была бы тебе, говорит, благодать особенная от Бога. Вот я там прочитал у него такой, впервые встретился, что оказывается, ну попробуй. Это, в общем, такая тяжелая вещь. Но оказывается, такое бывает, что, значит, духовник говорит, возьми-ка себя попроще. Попроще девчоночку такую, да? И она будет тебе другом. Вот чем будешь там? Знаете, как красивая женщина, она как бы принадлежит всем, хотя бы на уровне глаз. Она и сама в это верит. Она сама так чувствует себя. И все мы как бы смотрим на красивую женщину и провожаем ее взглядом. Как бы мы все лапаем ее глазами. И ей это нравится. Это будет нравиться всем, кроме ее мужа. А вот если красивая, например, там замоталась в платок, например, косметику стерла, и как мышка дома сидит, потому что она мужа любит. Найдите мне такую. Красивые женщины хотят пользоваться красотой. Хотят красиво одеваться, красиво выходить, красиво заходить. Хотят, чтобы на них обращали внимание. Хотят, чтобы женщины им завидовали, а мужики на них облизывались. Они хотят этого. И женщина с такими намерениями счастливой быть не может. Красивой женщине очень трудно прожить жизнь правильно. Это мне однажды стало сказать, она очень праведная старушка. Если женщина очень красива, ей очень тяжело прожить жизнь правильно. Мы в истории читаем, что она Троя и Илиада. Это Илиада, собственно, да? Это троянцы и ахейцы воевали за что? За то, какая женщина красивее. То есть красивая женщина могла возбудить войну в мире. Ей это нравится. Она хочет быть неким обожаемым существом. Залезть на пьедестал, чтобы ей там поклонялись. А зачем тебе это, говорит старец Паисий? Зачем тебе красавица? Проблем хочешь? Ищи красавицу. А что делать некрасивым? Куда им деваться? С ума сходить? Выпивать горькую потихонечку по вечерам в одиночестве? Или вообще тяжкие пускаться? Им тоже замуж нужно. Они тоже матерями быть хотят. Вот, и я знаю одну пару, довольно долго уже прожившую, где-то в районе лет 15-17, то есть проверенный брак, где примерно такая вот мотивация была, в том числе и такая. И если какой-нибудь мужичок с ноготок такой геройский поступок сделает, например, он знает, что какая-то барышня к нему неравнодушна. Она так не очень, как бы ему это... Он поговорит с ней, например, пообщается. Она кажется очень милым человеком. Она раскроется, она в разговоре раскроет ему что-то... Знаете, душа же показывает себя, как мы уже говорили, даже сегодня. И у него может возникнуть симпатия к ней такая. Он может жениться на ней, почему нет? Она может родить ему детей, он потом полюбит ее. Когда-то был в одной семье христианской, они говорят, у них там мало-мало-меньше детей, довольно молодые еще. Живут очень скромно. Ну, живут, вроде так, живут. И они, говорят, они слушали какую-то лекцию. Говорят, нас вообще интересует тема семьи, и мы слушаем всех. И слушали однажды какого-то раввина. И там одну мысль запомнили. Раввин сказал так. Вы сначала влюбляетесь, потом женитесь, потом разводитесь. А мы сначала женимся, а потом влюбляемся. Вот еще как, оказывается, бывает. Я даже не думал, что такое бывает. Оказывается, такое бывает у многих людей. Говорят, мы сначала женимся, а потом влюбляемся уже в того, в кого женился. Потому что как-то можно влюбиться в человека. Это что, нужно спать с ней, жить с ней, уже посъедать все это сладкое, а потом уже расписаться. Так мы и поступаем все. И в этом вот сбитая парадигма поведения. Нужно жениться, потом, как там про Якова, она говорит, и познал Яков, там, значит, эту самую, там, жену свою. И полюбил ее, и понравилась она ему, и так далее, и так далее. Да, подожди. То есть она вот так еще может быть. Современные, как бы, послушайте, мы хотим счастья, а поступаем все противоположным образом. То есть мы сначала ухаживаем, потом спим, потом еще раз спим, потом думаем спать еще или и хватит. А потом говорим, типа, так, ну ладно, оставайся, как бы. И она, как бы, становится к плите и готовит завтрак. А потом через год, мы, говорит, ну что, распишемся, наверное? Ну давай. А потом лет через пять мы решаем повенчаться. Если, конечно, не разбежались до этого времени. Как-то вообще с ног на голову, вообще. Все это совершенно по-идиотскому. И так поступают по-идиотски и мужчины, и женщины. И парадокс в том, что если мужчина поступает правильно, ему попадается какая-то женщина. Представляете? Мужчина говорит барышне, начинай с ней встречаться. Они взрослые люди, то есть они знают, откуда дети берутся. И как бы она к нему там говорит, он говорит, давай-ка подождем, а? Она говорит, ты что, не будешь, не будешь, там, какие-то там эвфемизмы, там, спать со мной? Он говорит, не, не, пока не буду, давай подождем, а пока поговорим. Ну, пойдем в Третьяковку. А он не ботаник. Он нормальный, крепкий, здоровый, нормальный мужик. Просто он хочет посмотреть, а что? Ну, если женщина ложится с тобой в постель на второй день знакомства или на первый, как бы, ну дальше куда ехать? Причем мужик, бывает, этого не хочет, а она этого хочет. Потому что развратите женщину, она всех сама развратит. У дьявола очень легкая задача сделать женщину развратной, гордой, глупой и ленивой. Только чтобы были ногти длинные, как бы и полный бардак в душе, такой садомская душа. Тогда всем, нам всем, тогда конец света. Все, тогда конец. И вот и все. Бывает, что наоборот, что женщина бережет себя, охранит себя. А они же тоже обвиняют нас в том, что мужики только этого хотят. А на самом деле мужики нет уже, малолетки только этого хотят. У малолеток избыток сексуальных фантазий, благодаря компьютеру и порнографии. У малолеток избыток сексуальных фантазий. Мужикам, взрослым уже не нужно ничего такого особенного. Эти фейерверки все заканчиваются, они как будто успокаиваются. Человек нужен, а не порнографические фейерверки. А малолетки, да, малолетки развратничают, рано начинают и никак не могут закончить. Так что, вот так бывает. Если вы возьмете себе какую-то некрасивенькую такую, нормальненькую, простенькую, то, может быть, будете иметь великое счастье, как раз именно с ней. А к старости, доложу я вам, женские лица, вообще красота всегда меняется до невообразимости. Бывают такие страшные красавицы к старости. А тебе с ней надо жить, извини меня, и дальше. А вот эти вот все остальные, она может быть такая милашка такая, знаете, такая уже в свои 50, в свои 60. А еще в 60 только жизнь начинается. Еще жить и жить. Понимаете? Жить же нужно не только в 20 лет, а или в 30, а или в 35. Поэтому прозвучала хорошая тема. Хотел бы поинтересоваться такой момент. Получается так, что вот у мужчины православного, который имеет православное мировоззрение, может быть, из самого детства пришел в церковь, в церковь, в голову, в понимание. И там стоит такой вопрос, познакомиться с девушкой. И там на работе везде возникает знакомство с девушками тоже неправославными. А с обычными девушками светского воспитания, так скажем, да. И когда ты начинаешь общаться, вроде они тоже, не сказать, что такие доступные, но тем не менее, когда ты начинаешь говорить о своих каких-то уже пониманиях, которые ты пришел с опытом прошлых лет, они как бы начинают думать, что то есть получается православный мужчина может жить и встречаться только с православной девушкой, которая имеет православную историю. Отчасти да. Но, скорее всего, вот как. Православный мужчина воспитает под себя потом женщину, которая... Понимаете, любовь, в чем я уверен. Если она вдруг появится, она не зависит ни от возраста, ни от православия, ни от цвета кожи, ни от чего. Если женщина полюбит вас, что-то в вас увидит, и согласна будет пойти за вами, и вы скажете, ну что, пойдешь за меня? Она скажет, да. То потом все остальное добавится. Она на одной только женской верности, она будет такая православная, что она еще вас обгонит. Понимаете? У женщины есть это. Если она полюбит, там, понимаете, если женщина полюбит мусульмане, она, скорее всего, ислам примет. Если она не знает религии до этого, он скажет, а ты будешь там то-то-то? Он скажет, буду. Почему? Я тебя люблю. И пойдет за ним куда хочешь. Поэтому православие это воспитуемая вещь. Это драгоценность, которая приобретается со временем. Поэтому, если какая-нибудь барочня захочет быть с вами, при том, что она не церковная, вы все это можете добиться. Все это может со временем быть у вас. Вы считаете, нужно с ними обговаривать эти моменты про вознагодство в начале каких-то этапов? Я думаю, здесь нужна какая-то такая тонкая педагогика. Здесь нужно вообще с ними разговаривать. Вообще разговаривать нужно с человеком. Потом, например, мимо храма вы будете, например, где-то идти по Москве. Тут трудно пройти пять кварталов, чтобы на храм не надо прийти. Даже вы не будете со старта говорить, там, а я христианин, а я православный, а я пощусь, а я причащался вчера. Этого говорить не надо. Карты на стол не владите сразу. Ну, например, храм будет стоить. Передай зайдем. И сразу просканируется вся ситуация. Сразу будет понятно, что, как, чего. А что там делать? Допустим. Говорит, давай, давай, давай. И она скажет, давай, я никогда там не была. То есть там сразу будет понятно, что к чему. Зайдите с ней в храм. Попробуйте обсудить какую-то проблему, чтобы понять, у нее есть собственные мысли. Или она повторяет все, что в дамских журналах пишут. То есть, я думаю, это все воспитуемо. Я верю, что это воспитуемо. И наоборот, кстати говоря, когда девушка православная, а с ней знакомится неправославный, так сказать, невоцерковленный, молодой человек, она смело может развивать с ним безгрешные отношения, храня себя, и не заходя за рамки, и постепенно, постепенно приучая его. Она опять, она тоже может завести его в храм. Она говорит, я буду пости. Она говорит, пойдем на рок-концерт. У меня сейчас пост. Вот Рождество отпразднуем, сходим на концерт. Это все воспитуемое. Я даже думаю, что именно этого нам не хватает. Что мы как бы хотим, ну в готовом виде, как бы я верующий, она верующая. Мы сошлись, как бы у нас все хорошо. А во-первых, история показывает, что не получается. Что если верующая нашла верующего, это не гарантия того, что все будет очень единодушно. А с другой стороны, не хватает этого воспитания такого. Поэтому, я думаю, не лишайте себя, не лишайте себя возможности найти свое возможное счастье за пределами сегодняшних, уже существующих церковных общин. А кто им будет проповедовать? А кто им расскажет? А кто ее за руку возьмет и придет ее к алтарю? А кто это все будет делать? Может быть, очень хорошие девчонки, но мама ей этого не сказала. В книжах она в этом не прочитала еще пока, что она нормальная, просто она еще не знает. И вдруг я и мужчина все объяснил. Она говорит, знаешь, что такое, если мы будем вместе? А ты сколько детей хочешь, например? Спросишь у нее. Она говорит, я вообще не хочу детей. Так, по-моему, вообще на этом пункте можно разойтись и больше не встречаться. Или там, скажем, ну, а ты кому-то завидуешь? Она говорит, да, вот вижу, там молодая мама с коляски, завидую там. А если какой-то, например, автомобиль, там премиум классный, да не, я не разбираюсь в автомобилях. Вот. И так далее. То есть она же все вылазит из человека. Если человек нормальный, его всему можно научить. Так что не лишайте себя возможности привезти в церковь, сделать своей женой обычную, нормальную девушку, которая пока, мист, еще не знает ничего, как бы так, глубоко о вере. Я думаю, там много скрывается сокровищ в нашем народе. Да. Я думаю, там много-много сокровищ скрывается, да. Что значит, еще раз, поясните, пожалуйста. Нормальный муж? А, ну, смотрите, если муж, например, ночует не дома и приходит весь выпачканный в какой-то чужой женской помаде, то это ненормальный муж. Скажем там, или, например, муж получил в получку, например, и пришел домой в 2 часа ночи, как бы, значит, и половина этой получки осталась в ближайшем кабаке. Это не очень нормальный муж. И, например, он игроман. Допустим, да, ему нельзя давать деньги в руки, потому что он зайдет в ближайшую, какой-нибудь там, тотализатор какой-нибудь там поставит на спортивные игры и все, скажем. Знаете, ненормальный муж, это когда, допустим, мужик говорит детям, говорит, дети, водка подорожала. Говорит, папа, ты будешь пить меньше? Говорит, нет, вы будете есть, вы будете есть меньше. Это ненормальный муж. Их очень много. Ненормальных, ну, есть норма, есть сверх норма, есть святость, а есть отпадение от нормы. Мы везде, Я говорю, допустим, смотрите, но если, например, человек женился только для статуса, а на самом деле он гомосексуален, это нормальный муж, ему нужно для статуса, например, жену иметь, и он на ней женил, он ей говорит, слушай, ты мне не нужна, заведи кого хочешь, вот, и я тебе не нужен, скорее всего, ну по паспорту будем муж и женой, а у меня свои интересы, это нормальный муж? Мне кажется, нет, таких примеров миллион в сегодняшней жизни, они в газетах пишут, о них по телевизору рассказывают, и мы как бы смотрим, думаем, что это такое, что это происходит, а это просто отклонение от нормы, здесь нет нормы, нормы нету, он никакая не слава Божия, она никакая не слава ему, они оба позор, и он позор, значит, я на позор, и тут все, никакой нормы. Если женщина беременеет, например, тайком от мужа делает аборт, это нормальная жена? Конечно нет, какая же она слава мужу? Да, в общем, тут масса всего этого есть, поэтому, если рассмотреть идеальную ситуацию, то, конечно, здесь эти слова неуместны, но кроме идеальных ситуаций существует еще повседневная практика, она очень богатая. У нас должны быть несколько критериев нормальности, если мужчина не хочет детей, например, он может быть нормальным, если он не хочет, ну не хочет он детей, если он не работает, лодорничает, например. А вот послушайте меня, когда вы выдергиваете цитату апостола Павла о муже, который слава Божия, и о жене, который слава мужа, то Павел в данном контексте Писания вообще ведет разговор о библейской антропологии. Он рассказывал, каким должен быть человек изначально по замыслу Божьему. Кто он? Начавшаяся в раю жизнь такая и была. Но вы, пожалуйста, не лепите эти священные слова повседневной жизни. Благословите, Отец Андрей. Такой вопрос среди православных христиан, в частности мужчин. Можем встретить такое мнение, что в целом человек готов создать семью, но у него, например, нет дома, нет автомобиля, да и с работы тоже непонятно. И это что? Гордыня, маловерие и как это преодолеть? Это не гордыня, не маловерие. Это специфические стандарты современной жизни, которые предъявляются к современному мужчине и, по сути, мешают ему быть отцом семейства и мужем. То есть изменившиеся стандарты, социальные стандарты изменились. То есть, по идее, от мужчины требуется не бояться работы. По идее, от мужчины требуется не бояться. Это то, что 100% от него требуется не бояться работы. Особенно, пока он молодой. Может на двух, может на трех, пусть работает. От жены требуется, чтобы она это оценила. Хорошая семья, это семья, которая постепенно перебирается из худшего в лучшую. Жили с родителем, потом сняли свое, потом взяли ипотеку, потом продали одноклую однушку, докупили в двушку. Если семья, движущаяся снизу вверх, это нормальная семья. И лучше всего двигаться вместе. Например, познакомились с студентами, поженились при выходе из института, начали работать, все начали тащить в семью. Повторяю, первые детские санки, первый телевизор на стенку, все приобретают вместе. И постепенно зарабатывают и движутся. Есть такое правило. Употреби труд, храни мерность, богат будешь. То есть нужно уметь тратить, нужно уметь копить и тратить. Нужно уметь помогать и откладывать. Вообще с деньгами нужно уметь обращаться. И нужно зарабатывать их всю жизнь, с тех пор, когда ты стал зрелым человеком. А женщина в данном случае поступит правильно, если она будет оценивать труды мужчины. Не будет завидовать тем, у кого уже что-то больше есть. И не будет требовать, чтобы ее сразу, как королеву, завели во дворец. Сначала ты купи машину, да еще не простую, а такую. А потом ты купи, значит, дом, да еще не простой, а семикомнатный. А потом заведи мне туда как хозяйку. И не забудь домохозяйку еще привезти, чтобы эти семь комнат убирала она, а не я. От такой женщины нужно отвернуться и, мол, еще уйти. С ней даже ругаться не стоит. Нужно просто тихо повернуть, сказать, мадам, я спешу, и уйти. Потому что лучше с нормальной девушкой можно все постепенно идти снизу вверх. Поэтому, например, если девушка воспитана, например, на городской роскоши, это будет одна картина. Если, допустим, там чуть попроще было, там будет другая картина. Там есть очень много интересных моментов. Есть некоторые девушки, которые специально приезжают где-то там из какой-то глубинки в большие города, чтобы здесь схватить себе богатого жениха. Это не наша песня. Зачем? Это вообще не мужская песня, потому что если мы с вами не имеем этих хоромов, нам некуда ее привезти. А если мы их имеем, то зачем нам тратить эти хоромы на какую-то, значит, паперозитку и ждевенку. Лучше зарабатывать вместе. Но от мужчины требуется не бояться трудиться. Я считаю, что если критерии нормы, если перечислять, то он должен хотеть детей и не бояться работать. А если он, например, решает кроссворды, а жена Паша с трудовечера, то, извините, кто это и что это, что это за семья? Тогда бы не... Вот, по-моему, такая вот простая вещь. Сразу все иметь. Да, кто-то хочет сразу все иметь. Да подождите, сразу все иметь. Кстати, знаете, вот истории наших миллионеров. Они многие по первым бракам женились на своих женах, с которыми учились еще вместе в институтах. А потом начали делать бизнес, и бизнес в них получался. И пока они жили со своей той самой первой настоящей женой, то все было хорошо. Они превращались сначала просто в богатых людей, потом в миллионеров, потом в мультимиллионеров, потом в магнатов и олигархов. А потом они начинали вдруг что-то себе думать, и старая жена им уже неинтересна, они себе начинают жениться на новых и молодых, лет на 20 моложе таких, в дочке годящихся. И очень часто у них начинает все сыпаться. Уже с хорошей женой заработаешь, а с некоторыми еще и потеряешь. Еще с какой женой ты связался? С нормальной женой ты еще поднимешься еще, да, у тебя получится. А с ненормальной все потратишь. Но вот интересную тему мы затронули. Правильно пользоваться деньгами. Это очень важная тема. Как их тратить. То, что их нужно зарабатывать, это понятно. Как еще тратить их, это тоже интересная тема. Это тоже нужно знать. Никто не преподает эту науку. На что нельзя тратить, например, на что нужно тратить. Сколько откладывать, значит, так и тому подобное. Это очень такая важная тема. Нам это тоже нужно. Это тоже полезная вещь. И постепенно, например, лет в 25 начал, годам к 40 уже можно будет на что-то опереться. Если вы 25 лет женились, к 40 годам у вас будут дети примерно 12-13 лет. Один, два, может быть, три. И уже в это время уже будет видно, подчерк уже будет видно, или он что-то получается у него там, его труды вознаграждены частично, или пока у него там до сих пор ничего не получается. Это вот где-то так, может быть, к этому возрасту. Ой, да. Скажите, пожалуйста, можно ли начинать отношения с девушкой, если знаю о ней какого-то хорошего, но не уверен, что люблю ее? Спасибо. Можно, конечно. Если вы знаете, что только хорошее, но пока вы еще не чувствуете, что у вас есть пылкое чувство к ней, то можно поступать вот в духе того, что мы уже успели мне сказать, что можно потом влюбиться. В людей влюбляются. Кстати, посоветую вам такой интересный фильм из советской классики. Влюблен по собственному желанию. Если кто-нибудь, может быть, видел его, наверняка кто-то видел, а многие не видели. Влюблен по собственному желанию. Это просто учебник в каком-то смысле божьих парадоксов и семейного счастья. Там человек влюбляется в того, кто... Ну, в общем, надо посмотреть. Влюблен по собственному желанию. Можно, конечно, встречайтесь с хорошей девушкой, к которой пока нет серьезных чувств. Потом, ну, сами понимаете, что нужно ответственно к этому относиться. Нельзя портить человека, нельзя вступать с ним в эту сакральную близость, если вы не уверены, что она будет вашей женой. То есть нельзя ломать ей жизнь, нельзя привязывать к себе человека, если вы просто с ней дружите. А вы видите, что она уже без вас жить не может. Там есть много таких нюансов, которые связаны со страданием. Нельзя, чтобы из-за мужчины страдали девушки. За спиной оставлять пожарящий женских сердец некрасиво. Женщине тоже это не красят, когда она разрушает мужские судьбы, как бы, и наслаждается своей, так сказать, неотразимостью. Это дьявольское поведение. Это поведение язовели. Так что нам нужно быть просто ответственным в этом вопросе. Отец Андрей, можно обратиться? Да, я для этого здесь сижу. Спасибо. Отец Андрей, а что можно посоветовать человеку, который разочаровался в женщинах, как в кобыле? В целом? Я думаю, что подождать немножко. Подождать. То есть ваши мысли поменяются. К счастью, мысли меняются. Можно вообще в людях разочароваться. Можно разочароваться, например, в священниках. Можно разочароваться в церкви. Можно там... Ну, в чем еще можно разочароваться? Там, в выбранном пути жизненном такое. Но мысли к счастью меняются. Поэтому вас разочаровали какие-то конкретные вещи. Череда конкретных вещей. Раз, два, три, четыре, да сколько можно. И вы разочаровались. Ну, теперь нужно подождать. Тот, кто вас ранил, тот вас и исцелит. Я думаю, что у вас будет еще много таких ситуаций в жизни, когда вы скажете, нет, я опять верю в человечество. Нет, я верю в то, что женщины есть нормальные, хорошие, и что и так далее, и так далее. Это будет. Подождите немножко. Подождите. Больше ничего не нужно сейчас пока. С огорченным сердцем бегать по миру в поисках счастья нельзя. Если сердце огорчено, лучше посидеть на месте. Если у вас какая-то жизненная неудача была, и у вас огорченное сердце, вам, ну, плохо вам, потому что что-то, вот произошло нечто, и вам нехорошо, то лучше посидеть на месте, не спешить никуда дергаться. В этом состоянии аффекта лучше потерпеть боль. Потом все поменяется. Сто процентов причем. Я, например, думал, что какой-то был момент, я думал, что все врачи плохие. Я не верил, что врачи могут лечить без денег, самопожертвованным, значит, так сказать, что они до тех пор, пока у меня не угроза, реальная угроза смерти не коснулась одного моего очень дорогого человека. И тогда внезапно появились, откуда ни возьмись, какие-то врачи, которые совершили врачебное чудо без денег и вытащили уже одной ногой в том, на том числе, стоявшего человека. Вот. И для меня это было откровением уже. Я был убежден, что такого нету. Что пока не заплатишь, значит, тебя даже температуру не померят. На самом деле я был неправ. Потом один мой товарищ был, ну, расист, не расист, но немножко националист такой, с уклоном в белую расу. Он терпеть не мог, например, там, скажем, арабов, или кого-то вот таких людей, значит, с темнейшим цветом кожи. Но он ходил на корабле матросом. И однажды разболелся очень сильно на корабле. Вот. И его от смерти спас там как раз араб, который он терпеть не мог. А все русские занимались своими делами. Не только русские, там было интернационально, когда там были греки какие-то там, кто-то еще, кто-то еще. Короче, спас его тот, о ком он был уверен, что он ему не друг. Если вы, например, вдруг подумаете, что все негры плохие, у вас в жизни что-нибудь такое случится, что все белые отвернутся, а негр вам поможет. То есть так обычно лечатся человеческие предрассудки. Сейчас вам кажется, что женщины все нехорошие. Это неправильно. Они хорошие. Они там хороших больше, чем плохих. И случится обязательно что-нибудь хорошее через женщину в вашей жизни. Вы скажете, наконец, слава Богу, мое огорченное сердце исцелилось. Поэтому просто подождите. Очень мелко. Мелкие почерки, я не разговариваю. Давайте. Как вы считаете, вот при знакомстве, воля Божья, она проявляется, вот, например, если знакомиться с девушкой, и ты сразу видишь равнодушие, например, или отказ, то есть, ну, нет воли Божьей. Или, допустим, девушка равнодушна, но вот есть такое мнение, что все-таки мужчина, он когда-то добивался, сейчас говорят, да, не добивается. Но ты продолжаешь вот ухаживать, как-то добиваться человека. Вот стоит это делать или все, нет, ты идешь против воли Божьей. То есть, если, ну, там, все стороны равнодушили как-то. Вы знаете, что мне кажется? Что мужчина не должен женщину бояться никогда. Никогда не должен бояться ее и робеть перед ней. И не должен презирать ее. Должен уважительно к ней относиться. При соблюдении подобных констант, как бы, вам будет легко знакомиться. То есть, мы знаком... Серьезный человек знакомится не для того, чтобы время провести, там, или скрасить свое одиночество какими-то постельными удовольствиями. Он смотрит как-то серьезно это все, да? Будьте с ними веселей и спокойней. Чтобы женщина видела перед собой какого-то, ну, сильного, веселого, спокойного, главное, не такого, ну, чтобы у вас не дрожали руки, значит, не потели ладони, значит, такой, чтобы вы не покрывались испариной, такой, что же ей сказать такое? Ну, да, а можно я позвоню? А можно я приду? Конечно, чуть-чуть больше инициативы. Конечно, должно быть все так спокойно и легко, чтобы она чувствовала себя, как будто вы ее на руки взяли. Вы еще даже не прикасались ни пальцем, а такое чувство, что вы на руках уже носите. Если она скажет вам нет, не звони, не приходи, вы спокойно пожелаете ей счастья, скажи, ну, Господь с тобой, ну, без обид. Ну, раз нет, значит, нет. Но будьте всегда с ними спокойными, веселыми и уверенными в себе. Даже если у вас нет такой стопроцентной в себе уверенности, изобразите ее на своем лице. Женщинам это очень надо. Когда мужчина уверен в себе и, как сказать, она чувствует, что она в присутствии вот этого другого существа. Вот. Оно потом покажется вам. Завоевывать их, как завоевывать, не завоевывать. Отечественное, это существо просто. Да. В одной из ваших лекций вы говорите, что мужчина должен быть трудолюбив, да? Да, да. Что еще к этому можно прибавить? Вообще, я понимаю, что, ну, большинство все идет из семьи, из воспитания, да? Да. Ну, не должен быть развратим. То есть не должен быть гусаром, ковбоем, значит, и всеми остальными этими, такими, которые за каждую юбку не пропускают. Должен быть внутри, ну, он должен быть способен к верности. То есть верность. Верность Богу, верность Родине, верность военной присяге, верность жене, верность там... Это какие-то вот такие разные формы одной и той же верности. У него должна быть верность, надежность, верность, конечно, трудолюбие. Он должен хотеть детей, и хотеть детей должен, обязательно мужчина. Ну, там дальше уже... Они как-то дополняют друг друга, мужчины, женщины, как-то так бог их поруешь, и не дополняют друг друга. Но, в принципе, он должен быть надежным. Сказал, сделал. В нем должна быть какая-то внутренняя сила в мужчине должна быть. Физически мы все разные. Выше, ниже, там, шире, в плечах, хуже в плечах. Это, в общем-то, неважно. А вот внутренняя сила в мужике должна быть. Ну, и еще... Еще должна все-таки быть у него... Вот-таки голова кверху немножко поднята. Должен понимать, вот какие-то такие вещи должны быть для него дороги. Ну, другими словами, он должен молиться, хотя бы иногда. Должен знать, что Бог есть, и что мы от Бога зависим. Он должен свою голову перед Богом склонять. Потому что, если человек перед Богом голосу не склоняет, это очень большое упущение. Либо он глупый, как пробка, либо он гордый, как дьявол. А третьего больше нет. Если человек Богу не молится, то он либо дурак, либо гордец. И то, и другое, это нехороший вариант. Особенно нехороший вариант – это глупая пробка. Потому что мужик должен быть умный. Вот так что, вот я бы так расположил бы это. Он такой, значит, надежный, верующий, работящий, желающий детей. Ну, пожалуй, без таких критично-вредных привычек. Ну, не наркоман, конечно, да? То есть там с полезными привычками вместо вредных. Наверное, не жадный, кстати, должно быть великодушие у мужчин. Вот, допустим, там иметь сто мешочков в каждом по копеечке – это женское занятие. Совать в разные, знаете, на черный день, на серый день, на второй черный день. Там, как бы, к себе тянуть. Мужик должен быть чуть-чуть шире. Это такая должна быть срота в нем. Женщина должна пахнуть очагом, а мужик – ветром. То есть его задача, в принципе, за пределами дома. Все деньги, которые мужчина должен заработать, они все там. Там, много ли? Ну, за пределами твоей квартиры. То есть ты, сидя дома, как бы, да, значит, там, за чашкой чая, там, или за книжкой, ты не заработаешь их. Ты должен работать там. И ты пахнешь ветром. Ты приходишь, как бы, пахнущие тенью и ветрами, которые там. Жена должна быть тебе уверена, ты должен быть верной ей. Ну, там много таких интересных вещей, но это, в общем, самые простые, мы перечислили. Такой вопрос уже несколько раз задавались, такие вопросы, но вот про отношения. То есть они должны быть, неважно, где кто-то красивый или не очень, но они должны быть страстные. То есть должен прям как-то, ну, стрепить, бегать, прям, или не трястись, или они должны быть ровные, спокойные. Ты знаешь, что она есть, но при этом там можешь работать, думать, творить и так далее. Вы знаете, страстное взыграние, оно вполне возможно, может, даже желательно, но оно не является непременным условием. Не стоит искать от себя каких-то голливуд, опять-таки, голливудских страстей. То есть это от людей зависит, кстати, очень сильно. Одни люди более интроверты, так сказать, другие экстраверты. То есть если вы любите женщину и думаете о ней, помните о ней, и при этом спокойно работаете, как бы, и у вас нормальный аппетит, как бы вы не высыхаете там под окном. Значит, знаете, такой, не обалденный, говорит, когда я влюбляю, это где-то там, я вот читал книжки, там, что когда люди влюбляются, они спать перестают, есть перестают. У меня товарищ один говорил, я что-то ничего не перестаю, говорит. Я, говорит, ем нормально, сплю нормально, как бы, значит, такое. И не худею там под балконом с гитарой не стою. Говорит, все нормально, я люблю. Но без всех этих, как бы, этих испанских фокусов. Поэтому, если у вас их нету, как бы, да и ладно, и не надо ничего. Ничего страшного в этом нету. То есть это может быть какой-то штамп просто, какой-то культурный штамп, понимаете? Вот стоило Шекспиру написать еще в далеком 16 веке, когда он там жил, значит, это самое, как там Ромео там снизу, а Джульетта сверху там на балконе, там они разговаривают такой. И потом, понимаешь, миллионы людей по всему миру, значит, там из-под балкона там разговаривают, повторяют как бы в своей жизни эти культурные штампы. Вы можете поступать так, как вам это самое. На сердце это все не стоит. Не стоит гнаться за оболочкой. Если вам, например, когда вы влюбились, и вам есть не хочется, нормально, похудеете немножко. А если у вас, если вы влюбились, у вас нормальный аппетит, говорит, нормально, кушайте здоровье. То есть я считаю, что вообще ерунда, как бы, это не важно. Это не важно. Зато, например, вы отработали, например, и вы позвонили, скажем, да, там, милая, как дела? Гораздо важнее, например, дать о себе голос, там, как там, что там такое. Я через час буду, например, да, там. И там по дороге пока ехал, ты знаешь, она любит, например, вот такую шоколадку, вот такую не любит, там, купил то, что она любит. Это знаки такие внимания. Это больше, говорит, тебе, что ты любишь, помнишь, переживаешь, даешь о себе знать, спрашиваешь, как у нее дела, такое. Сегодня именно этого и не хватает. Этих страстей, этих сумасшедших Их не надо никому Так уже особенно Чтобы пломбы в зубах плавились А вот, например Потом жена тебе говорит Почему ты опоздал? Я задержался А телефон же есть Почему не позвонил? И это справедливо Всего-то на все Ну бери номер, позвони, я задерживаюсь Это нас есть переживает Это элементарная вещь, которая вообще ничего не стоит А она очень нужна Ну и много других всяких мелочей Которые вроде бы Опять-таки, нам это мелочь, например Она говорит, ты помнишь, какой сегодня день? Знаете, шутка даже такая Вот жена спрашивает мужа Ты помнишь, какой сегодня день? Она же там помнит все День первого поцелуя Или там день первой поездки на юг С детьми Или там день, не знаю, росписи ваши Или венчане Я же ничего не помню Значит, надо как-то записать Зафиксировать себе Мне 8 марта вообще не надо Ей тоже не надо Но я обязан Что-то как-то проявить Знобнимание Понимаете? То есть Эти мелочи мы не замечаем А они замечают У них другая психология Поэтому Лучше вы ей чаще звоните Вот И там как-то, значит Проявляете Какие-то еще другими Образами Там свою Любовь к ней Я вот не знаю На электричке еду Допустим Туда или сюда По всему забору Там Каевам почвам Лучка, ты самая лучшая Например Я вот не знаю Это Люська Она когда там ездит Ей это греет сердце Или вроде И стыдно Вот мне вопрос Люськи Как бы Если она нас услышит Ну видели Да Вот эти все росписи Там Есть такие граффити Такие Более-менее Такие похожие На такое Пещерное искусство Значит Видно Что там Конечно Чех с пещерными мозгами Но Баллончики разбирают Где черная Где белая краска А есть вообще Такие Вот такие Люська Я тебя люблю Ты лучшая Покажи Вот Чек Проявил Знак внимания Какой-то Люськи Вот И я вот Не знаю Вот Как бы Ей это Всегда Сердце греет Когда Мне Так Корявые Надписи Ездят Молодой Красивей Был бы Написал Что ли Что Такими Неровными Выкумин Мне Стыдно От людей В электричке Так что Любовь Может иметь Самые Разные Проявления Вплоть До Например Такой Нежной Вещи Как У Гоголя Есть Такой Рассказ Старосветские Помещики Про Пульхерию Ивановну И Не помню Как его зовут Афанасий Иванович И Пульхерия Ивановна И они Там Гоголь Он всю жизнь Боролся С пошлостью И он Написал Как бы Эту вещь Постоянно Значит Они у него там Занимаются Говорит А не поесть ли нам Афанасий Иванович Грушек Говорит Отчего же не поесть Пульхерия Ивановна И они ели грушки Потом он Говорил А может быть Нам с тобой Пульхерия Ивановна Поесть рыбки Говорит А чего же бы Не поесть нам рыбки Афанасий Иванович И они ели рыбку И там почти Вся эта повесть Построена Над этой Вот Такой Домашней идиллией Двух старых людей Но потом Она умерла И потом Смех закончился И потом Афанасий Иванович Не мог без нее жить И он спросил А где же Жена ваша И он Он не так и не мог Произнести слова Умерла Он говорит У-у Потом заливался слезами И лицо у него было Как у обиженного Маленького ребенка Какое И там уже Уже не смешно Оказывается Они жить Без друга не могли Вроде бы пошлость Ели грушки Ели рыбку Ели то Ели это И так вроде Тихо себе сидели И ели Потом Бог забрал ее И вдруг Его по-настоящему Жалко Потому что Оказывается Он без нее жить не может Говорит Вроде А где там любовь Она там есть Понимаете В простой жизни Тоже есть большая любовь Вот это тоже Как бы хочется Такого Ух Вот такого Вот такого А мне вот кажется Что например Что арендовать лимузин На свадьбу Не надо Что это Дешевые понты И даром Траченные деньги И вообще Мне кажется Половину того Что на свадьбах делают Не надо делать Потому что Лучше сэкономить Для других вещей А вот это Все шумное Она говорит Я женюсь один раз И я хочу Чтобы было вот так Вот так Вот так Хочу чтобы у меня Киркоров пел И ты значит Лезешь как бы Из кожи вон Чтобы значит Киркорову заплатить За пять минут Сценическое выступление Потому что Остальное очень дорого Вот И ты добьешься своего Но жить вы не будете Скорее всего Потому что Если тебе выпили кровь Еще перед самой свадьбой Как бы То что будет дальше А нужно вести себя Спокойнее И тише И праздновать уметь Тихонечко И лучше эту копеечку Заработанную Отложить И правильно потратить Как бы И так далее И тому подобное И все можно делать Бюджетно И умно И красиво И без страстей Я думаю Это все возможно Друзья мои Думаю Что мы Провели Два часа Но полезность Нашего проведенного Времени Будет показана Позже Все наши Трудности И сложности Имеют духовный характер Дух творит форму От мужчины Зависит жизнь мира Мужчина должен быть Ответственным Твердым Крепким Верующим Верным Преданным Да И эти все вещи Я думаю По мере реализации Вознаградятся Божьим благословением Кто из вас в браке Да хранит Христос Ваш брак Что вы дожили до золотой свадьбы Кто из вас в поиске брака Да даст вам Бог Верную подругу С которой будете счастливы Не только один день Или два дня А всю-всю долгую жизнь Пусть она будет долгой Вопросов здесь Конечно много И не на все Мы имеем ответы Но Помолимся еще В конце Божьей Матери Она тоже помолится за нас И кое-что у нас получится Молитвы Петра и Февронии Архангела Михаила Данила Московского И всех святых Господи Иисусе В листе Даруй нам Простое человеческое счастье Аминь